Приветствую, друзья! Что общего у статьи Григория Алексеевича Явленского и у трехчасового интервью Оскара Кучера на канале Дудзя? Казалось бы, с одной стороны, многолетний демократический политик, основатель партии «Яблоко», с другой – провластный телеведущий и актер. Что у них может быть общего? Общее в том, что и Явленский, и Кучера отчаянно манипулируют аудиторией. Никто из нас не любит манипулирование. Ну, кому может понравиться, когда его чувства, страхи или слабости используют, чтобы заставить поверить во что-то. Но при этом манипулирование – прием действенный, и его часто используют в политике. Я бы не стал останавливаться на манипуляциях Явленского и Кучера, если бы они не были на самую больную и важную тему – тему войны. Сегодня, через год после начала вторжения в Украину, наступил, возможно, решающий момент. Чаша весов застыла в неустойчивом равновесии. Путин явно грозит масштабным наступлением, но его победа совсем не гарантирована, а вероятность разгрома его армии сильно отличается от нулевой. В этой ситуации очень многое зависит от общественного мнения. От российского общественного мнения, например, зависит, сколько мобилизованных попадет на фронт. Будет ли война восприниматься как тяжкая повинность, от которой лучше сбежать, или как почетный, пусть и опасный, долг. А вот от западного общественного мнения зависит номенклатура, объем и сроки, ну и, конечно, длительность поставок оружия. А также готовность терпеть дополнительную финансовую гуманитарную нагрузку в связи с войной. И манипуляции, что Оскара Кучеры, что Григория Явленского, очень точно воспроизводят тезисы, которые Кремль хотел бы внедрить в эти две ключевые аудитории. Все хотят, чтобы цели военной операции были достигнуты как можно скорее, и эти боевые действия прекратились. Я при этом не берусь обвинять Кучеру или Явленского в выполнении поручений Кремля. У меня нет такой информации. Может, они на самом деле от чистого сердца выдают свое личное мнение, которое просто случайно совпадает с кремлевскими нарративами. Это на самом деле не так важно. Важно, что их манипуляции очень показательны, поэтому их стоит разобрать. Мои парни, парни моей страны, возможно, выполняя приказ, выполняют неправильный приказ, но он им отдан, и я не могу их не поддерживать. Над Кучерой и его интервью много смеялись, много иронизировали, было много мемов и даже пародий. Нет, если тебе, конечно, интересно мое мнение, именно мое, как Кучеры Аскара, а не как Кучеры Актера, то я, как и в политике, в цветах особо не разбираюсь. Но смешным Кучера кажется только в рамках либерально-демократического информационного пузыря. Если выйти за его пределы, то окажется, что широкие массы будут ассоциировать себя скорее с Кучерой, чем с Дудем. Это ведь очень сильный для большинства тезис. Я всегда за свою армию, а не за чужую. Люди исторические, очень социальные, если не сказать стайные существа. Нам необходимо ощущение принадлежности к какой-то общности, к роду, к племени, к народу, к государству. А армия – это квинтэссенция такой общности. Армия – это вообще символ страны и патриотизма. Это люди, которые представляют государство. Люди, которые взяли на себя обязанность рисковать своей жизнью в интересах общества. К тому же 20 последних лет в стране насаждался культ патриотизма, армии и военных побед от Александра Невского до Великой Отечественной. Культ, который имел не только позитивные, но и карательные стимулы. И вот в такой атмосфере вам говорят – неважно какая сейчас война, в любой ситуации поддерживать надо наших. И это работает. Потому что страшно быть выкинутым из общности, самому перестать быть нашим. Потому что привыкли к ложно понимаемому патриотизму. Потому что этот тезис апеллирует еще и к чувству вины. Вы, мол, тут на диване сидите, а там наши пацаны за вас кровь проливают. Так вы хоть поддержите их, а не пытайтесь разобраться, кто в этой войне прав, а кто виноват. Вот надо просто пахать. Много и тяжело. Каждому на своем участке. Чтобы у фронта было все, что ему надо. Так вот, это манипуляция. Манипуляция вашими чувствами и эмоциями. Манипуляция, которая сложна, но на самом деле нужно противостоять. Нужно, чтобы сберечь жизни и сохранить свою совесть. Есть ли что-то плохое в поддержке армии своего государства и в сострадании солдатам своей страны? Когда ты видишь наших мобилизованных пацанов, которые в лесу и нигде жить, у которых нет еды, у которых нет мандирования. Это все ужасно. В общем случае нет. Это нормально. Являются ли вооруженные формирования преступно напавшие на соседнее государство и ежечасно убивающие там мирных жителей своими? Вот для меня, например, не являются. Когда люди пересекли границу другого государства с оружием в руках, с преступными целями и выполняют преступные приказы, они путинские бандиты, а не наша армия. К сожалению, эти бандиты сейчас в форме нашей армии. Вот откажутся убивать тех, кто защищает свою страну? Буду сочувствовать. А пока убивают, они не наша армия, а бандиты. Попытаюсь дать аналогию. Вот представьте себе, у вас есть дядя. Не очень ваш близкий, но все же кровный родственник. Свой, наш, член семьи. Надо его во всем поддерживать? Ну, наверное. А потом вы, к примеру, узнаете, что ваш дядя – это Чикатило. И на его счету десятки жестоких убийств. Будет ли тогда работать принцип «надо всегда поддерживать своих» или вы все-таки сдадите его в полицию? Мне кажется, что после Краматорска, Мариуполя, Буча, Днепра аналогия с Чикатило не такая уж натянутая. Поэтому не давайте смеси патриотизма, конформизма и чувства вины сбить вас с толку. Но есть и более тонкая, гуманитарно-арциональная манипуляция. Прекратите войну, обращается Григорий Алексеевич Явлинский как бы ко всем участникам конфликта. Но если посмотреть на его тезисы подробнее, то адресаты статьи руководства Украины и стран Запада. У Явлинского два основных тезиса. Первый. Черт с ними, с захваченными украинскими землями. Забудьте про них. Они не имеют значения. Главное – остановить войну. Пусть и ценой территориальных уступок. Второй тезис. У Кремля есть ядерное оружие. Поэтому если Украина вздумает начать выигрывать войну, то Путин начнет ядерную войну. И нам всем не поздоровится. В чем иезуитство этой манипуляции? Это грамотное использование сразу двух эмоций. Благородного чувства эмпатии и сопереживания по отношению к жертвам войны. И сильного чувства страха за свою собственную жизнь. Действительно. Каждый день на войне умирают люди. Гибнут солдаты. Гибнут мирные жители. И будут гибнуть, пока идет война. И тут Явлинский прав. В современном мире обладание территориями действительно мало что решает. Тут тоже прав. И Путин, правда, много раз уже грозил всему миру ядерным оружием. Причем стратегическим ядерным оружием. Мы безусловно используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф. Тогда, может быть, и правда украинцам стоит, как предлагает Григорий Алексеевич, одуматься и прекратить. И отдать Путину часть Украины. Нет, не стоит. Сейчас покажу, где манипуляция. Начнем издалека. В 2014 году Путин аннексировал Крым. В той ситуации мировое сообщество повело себя аккурат в соответствии с заветами Явлинского. Одумалось и прекратило. И реагировало по принципу, лишь бы не разозлить Путина и не начать войну. К чему это привело? К войне. Вот та самая жестокая, страшная, с жертвами среди мирных жителей. Война идет только потому, что Путину простили Крым в 2014 году. Ему не нужны какие-то конкретные территории. Крым ли это, Донбасс ли это, Луганск ли. После которых он остановится. Его цель – война, а не завоевание. Григорий Явлинский говорит, что с каждым днем войны гибнет все больше невинных людей, которых уже никогда не вернуть. Поэтому войну надо прекратить любой ценой. Это выворачивание логики наизнанку. Люди, дети гибнут не потому, что Украина защищает свою территорию, а потому, что Путин на нее нападает. Но главное – уступки Путину не будут способствовать уменьшению жертв. Перемирие без разгрома лишь позволит Кремлю накопить резервы, мобилизовать людей на захваченных территориях и подготовиться к возобновлению войны. Нет той географической точки, где мы могли бы точно сказать, что агрессия путинского режима вот здесь закончится. Например, Лавров уже намекает, что следующая цель – Молдова. И вообще, обращаться с призывом «Одумайтесь и прекратите одновременно к Украине, на которую напали, к Западу, который несет чудовищные издержки, и к Кремлю, который развязал и продолжает войну» – странноватенько. Видимо, Явлинский и сам это понимает, поэтому использует еще один аргумент – страх всего мира перед ядерной войной. Мол, Путина нельзя загонять в угол, иначе он применит ядерное оружие, поэтому давайте отдадим ему часть Украины, чтобы он смог объявить себя победителем. Это очевидное манипулирование страхом западной аудитории, которая действительно побаивается ядерной войны. Почему эта манипуляция? Да потому что аргумент про ядерную угрозу очень сильно воздействует на эмоции публики, но в реальности вообще ничего не стоит. Допустим, только допустим, Путин готов применить ядерное оружие, если не получит желаемое. И что? Отдать им Украину? А дальше Молдову? Дальше страны Балтии? А дальше что? Вы ведь помните про требования Кремля, чтобы НАТО вернулось на границы 1997 года. Это чтобы обязательно последние требования будут еще. То есть нужно все выполнять или ядерная война? Как сказал кто-то из великих, если мы хоть раз примем ядерный шантаж как аргумент во внешней политике, очень скоро он станет единственным аргументом. В реальности, конечно, никакой ядерной войны Путин не устроит. Для него это гарантированное самоубийство. Для всего остального мира, возможно, тоже. Думаете, Путин способен так обидеться на военные неудачи, чтобы нажать кнопку самоуничтожения? Я не думаю. Слишком любят жизнь и себя. Но в любом случае, шантаж ядерным оружием – это не тот аргумент, который надо принимать во внимание, если вы, конечно, не готовы отдать шантажисту абсолютно все, что он захочет. Задача манипуляторов в том, чтобы вызвать у вас сильные эмоции, которые помешают вам здраво мыслить. Потому что по здравому размышлению очевидно, что есть только два способа реально прекратить войну. Первый – это уход Путина и его банды из власти. Второй – военное поражение и как результат ухода Путина из власти. Счастливо вам! И не давайте собой манипулировать! Путина из власти. Путина из власти.